Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Об этом заявил премьер-министр Республики Мурат Аргунов на заседании Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу региона. Данный показатель на 5,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. За истекшие месяцы уровень расчетов за потребленный газ по всем категориям потребителей составил 85%. Перед главами администрации городских округов и муниципальных районов, а также руководителями предприятий ЖКХ поставлена задача обеспечить стопроцентную оплату текущего потребления энергоресурсов. Впоследствии непогоды ликвидировали в двух поселениях Карачаева, Черкесия, где из-за сильных ливней подтопило дома и прилегающие к ним участки. В частности, в результате сильных осадков в селе Учхикен Малакарачаевского района и в поселке Арджонегидзовском Карачаевского городского округа произошло подтопление дождевым стоком 50 придворовых участков. Из них в 19 домовладений зашла вода. Коммунальные службы уже провели откачку воды из подтопленных домов. Кроме того, в Малакарачаевском районе на автодороге Пятигорск-Карачаевск сошел селевой поток, частично перекрыв движение. За несколько часов дорожные службы расчистили трассу, движение автомобиля было оперативно восстановлено. Итоги онлайн-голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году в рамках партийного проекта «Городская среда» и программы формирования комфортной городской среды обсудили на площадке оригинального отделения партии «Единая Россия». В Черкесске в голосовании лидером стал проект по благоустройству «Каскадные лестницы», ведущий в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», в Озжигуте аллея по улице Первомайской. Жители Карачаевска выбрали проект аллеи по улице Мира, а в Медногорском поддержали проект благоустройства парка. Заместитель секретаря оригинального отделения партии, депутат парламента Карачаева-Черкесии Алексей Ганшин в ходе обсуждения подчеркнул, что одним из важных условий является участие жителей, тех, кто непосредственно и будет в дальнейшем пользоваться этими территориями. Цель основная все-таки создать советы по каждой домовой территории. Для чего? Для того, чтобы жильцы сами лучше любых комиссий знают, что им нужно сделать, в какие сроки и в какой очередности. Если нам это удастся создать, то есть хорошие примеры. Вот по Балахонова дворовая территория 2-3 года назад сделана в идеальном состоянии, и вот я приглашаю все-таки показать и хорошие примеры. Более 80 новых социально значимых объектов в республике обеспечат электроэнергией. В частности, компания Карачаева-Черкесская энергия подключит к электричеству 15 спортивных сооружений. В их числе физкультурно-оздоровительные комплексы в Карачаевском, Урупском, Зеленчукском, Прикубанском, Хабесском, Абазинском и Узжигутинском районах. Здание средних школ в станице Зеленчукской и ауле Учки-Кен и детский сад в Узжигуте. Дома культуры в поселке Октябрьском, селах Садовой и Первомайска, а также врачебные амбулатории в ауле Росакон, поселке Октябрьском и станице Преградной. И 58 новых сельскохозяйственных объектов во всех районах республики. И в продолжение этой темы. Компания Россети Северный Кавказ в этом году направит на ремонт сетевой инфраструктуры Карачаево-Черкесии более 185 миллионов рублей, что на 9% больше объема средств на 2021 год. Около 80% работ специалисты Карачаево-Черкесской энергии выполнят собственными силами без привлечения подрядных организаций. Это позволит сократить издержки более качественно и в срок реализовать весь объем технических мероприятий. В рамках программы отремонтируют 139 километров линии электропередачи различного класса напряжения, заменят почти 1200 изоляторов и расчистят более 32 гектаров просеки в охранной зоне ЛЭП. Запланированы также работы по защите экологии и повышению надежности энергоснабжения потребителей республики, в рамках которых на высоковольтных линиях электропередачи установят 204 птицезащитных устройства. В Прикубанском районе завершена реконструкция растительной сети Ильичевская. Это позволит обеспечить высокую урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. Более 100 сельхоздоваропроизводителей используют реконструированную сеть Ильичевская для орошения посевов кукурузы, пшеницы, ячменя и сахарной свеклы. Это способствует росту урожайности сельхозкультур, отметил руководитель управления Карачаева-Черкеск Эмиля Вадхоз Эльмар Хачиров. В результате чего мы сможем увеличить плодородность до двух, а то в некоторых частных случаях и трех раз. Это благоприятно сложится на протобезопасности нашего региона, в первую очередь, и страны, тем более в нынешних условиях, это момент очень важный. Но в сегодняшний день руководством страны, правительством страны, а также, я могу сказать, в частности, за регион Карачаева-Черкесии, уделяется большое внимание. Я думаю, в дальнейшем это будет только увеличиваться, и мы будем давать больший результат. В МВД по Карачаево-Черкесии рассказали о снятии временных ограничений на транспортное сообщение в отношении отдельных иностранных государств. Информацию комментирует старший инспектор отдела миграционного контроля Управления по вопросам миграции Артем Гороботенко. В 90 суток у граждан есть момент принятия решения покинуть пределы Российской Федерации. Если они не укладываются в этот срок, то, соответственно, будут приняты меры административного воздействия вплоть до выдворения за пределы Российской Федерации. Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени. В это время года мы можем получить макро- и микроэлементы и витамины. Однако при несоблюдении элементарных норм гигиены, а также неправильном мытии ягод, овощей, фруктов и зелени, мы рискуем заразиться кишечными инфекциями и гельминтозами. Тему продолжит пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаево-Чекесии Елена Покровская. В летний период актуальны вопросы качества пищевых продуктов. И на первый план, конечно, становится безопасность пищевых продуктов. Именно поэтому мы всегда говорим о том, что в летний период нужно неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это, в первую очередь, мытье рук, это мытье фруктов, это правильная работа с детьми, обучение детей основам гигиены. Очень актуально употреблять пищевые продукты гарантированного качества. В Северокавказской государственной академии на базе Аграрного института открыта кафедра лесного дела. Преподавание осуществляется силами двух профессоров, четырьмя доцентами. Также к преподаванию дисциплин привлекаются работники предприятий и организации лесного комплекса республики. Информацию комментирует исполняющий обязанности заведующего кафедры лесного дела Руслана Аджиев. Мы уже свободно можем заниматься научной работой. Планируем, опять же, запустить, разработать методики научных работ, то есть долгосрочных научных работ кафедральных, в том числе, чтобы наши выпускники и обучающиеся, допустим, на втором-третьем курсе уже выбирали свои курсовые темы своих курсовых работ и, соответственно, дальше дипломные работы, квалификационные работы, исходя из этих научных направлений, то есть чтобы у нас сквозная научная работа, скажем так, она шла, и мы принесли вклад и в науку, и внесли свой вклад, и как бы у нас практическое прикладное значение должно это все отражаться непосредственно вот на наших лесах. Как мы уже сообщали, в течение недели в поездах и на станциях всех веток московского метро будет транслироваться видеоролик о нашей республике. Карачаево-Черкесе в самом сердце России. Живописные места и достопримечательности, исторические памятники и крупнейший астрономический центр наземных наблюдений объектов Вселенной Саурана все это смогут за полторы минуты увидеть гости и жители столиц на экранах московского метрополитена. Проект реализуется в рамках мероприятий, проводимых постоянным представительством в Москве в рамках празднования столетия Карачаева-Черкеси. Своё мнение после просмотра видеоролика выразили наши земляки и жители столицы. Увидев данный ролик о прекрасном месте Карачаева-Черкесия, мне захотелось свой отпуск провести именно там. Красивые места, замечательная природа, культура, традиции. Я обязательно хотела бы посетить данное место. Спасибо за прекрасный ролик. Была очень рада видеть родную республику в метро, пока ехала на учебу. На самом деле мы студенты очень скучаем, будучи здесь в Москве. Также я думаю, что москвичи, по моему опыту, знают не так много о нашей республике, поэтому очень благодарна постоянному представительству Карачаева-Черкесской республики, что они занялись этим вопросом, запустили такой интересный ролик. С 15 по 22 июня по всей стране, в том числе в Карачаево-Черкесии, пройдет онлайн-акция «Свеча памяти». К ней можно будет присоединиться онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф. Участие в акции – это способ вспомнить тех, кто отдал жизни за благополучие будущего поколения. Благотворительный фонд памяти поколения, организатор мероприятия, выделит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1 рубль за каждую зажженную свечу. На сайте деньпамяти.рф также размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне и интерактивная карта, на которой можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей зажгли. Свои двери распахнули 4 загородных лагеря «Адель», «Гранд Виктория», «Селена», «Жемчужина Кавказа» и 96 школьных лагерей с дневным пребыванием детей в 12 муниципальных образованиях республики. Всего в первом потоке в загородных лагерях в течение 14 дней отдохнут 520 детей, в школьных лагерях с дневным пребыванием в течение 21 дня – 6185. Всего в течение летнего сезона отдохнут около 12 тысяч детей. На базе коррекционной школы «Черкеска» впервые начал работу пришкольный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в этом году в лагере порядка 50 ребят будут отдыхать месяц в гостях у сказки. Именно такую тематику выбрали педагоги для нынешнего лета. Программа, которая называется «Непоседа в гостях у сказки», составлена с учетом особенностей детей. Преподаватели придумали целый спектр мероприятий в рамках сказочной тематики. Занятия будут проходить в формате развивающих игр, посредством чего ребят будут социализировать. Карачаево-Черкесское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих принимает участие в реализации проекта «Физкультурные клубы глухих» для граждан страны с нарушениями слуха всех возрастов. Проект предполагает создание и развитие физкультурно-спортивных клубов на базе 46 региональных отделений Всероссийского общества глухих. Создание спортивно-оздоровительного клуба на базе Карачаево-Черкесского регионального отделения общества глухих позволит возродить интерес к физической культуре и приобщению к ЗОЖ. Планируется приобрести спортивное оборудование, беговую дорожку, велотренажер, скамью для пресса, гантелей, мячи, гимнастические палки для скандинавской ходьбы, мини-ленты, ролики и многое другое. Более 13 тысяч жителей Карачаева-Черкесии приняли участие в экологических активностях Всероссийского марафона зеленых дел, рассказывает советник министра природных ресурсов и экологии Медина Поташева. Марафон зеленых дел прошел во всех регионах России и был приурочен ко Дню охраны окружающей среды и Дню эколога. За три дня проведения акции на территории Карачаева-Черкесской республики в период с 3 по 5 июня участниками стало более 13,5 тысяч человек. Первыми мероприятиями марафона стали экосубботники в муниципальных районах и городах республики, где почти 13 тысяч человек общими усилиями собрали более 6 тысяч мешков отходов и крупногабаритного мусора. На субботники на туристических маршрутах вышли и сотрудники Тибердинского национального парка и провели мероприятия по уборке и благоустройству всех действующих маршрутов особо охраняемой природной территории. Ключевым мероприятием марафона стало проведение экологической акции по уборке берегов рек от мусора «Вода России», которую провели в день эколога 5 июня сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии КЧР. Вместе с подведомственными учреждениями, волонтерами, студентами, представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, была проведена уборка береговой линии реки Псыш в окрестностях Софийской поляны в Архызе. Участниками субботника стало 310 человек. Завершением же мероприятия стало проведение экоэкскурсии уборки на водопаде на реке Белое. С 15 по 18 июня текущего года Ассоциация промыслы и ремесла Адыгеи в Черкесске проведет выставку изделий народных художных промыслов. Это яркое событие посвящено юбилейному году столетия образования Адыгеи, а также году культурного наследия народа в России. Зрители выставки получат возможность ознакомиться и приобрести уникальные изделия ручной работы, золотошвейные изделия и традиционные костюмы адыгов. Выставка способствует возрождению, сохранению и популяризации декоративно-прикладного искусства народных художных ремесел, формированию единого культурного пространства на многонациональной территории братских республик, основанного на общем межкультурном взаимодействии. Ассоциация промыслы и ремесла Адыгеи представит работы именитых мастеров народных художественных ремесел Адыгеи. 9 июня в Черкесске состоится благотворительный марафон в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и забега ради жизни. Мероприятие пройдет по проспекту Ленина от пересечения с улицы Первомайской до Умара-Алиева. Для желающих оказать финансовую помощь есть возможность приобрести билеты добра стоимостью 150 рублей. Все собранные средства будут переданы семьям детей, нуждающимся в сложном лечении. Фестиваль воздушных шаров, который посетят более 100 тысяч зрителей, планируется провести в Карачаево-Чекесе в рамках празднования столетия региона. Об этом и других мероприятиях, которые пройдут в этом году, рассказал министр туризма и курорта в Республике Расул Тикеев. Мы основной упор делаем на событийный туризм, проведение мероприятий, посвященных к столетию. Мы планируем проведение таких мероприятий, как фестиваль воздушных шаров на территории региона, место, время на сегодняшний день в проработке. Также планируем большой фестиваль северокавказской кухни под наименованием КУНАК, где будут представлены все кухни народов Кавказа, будет проведено гастрономический шоу и ряд других мероприятий. Вот буквально мы, кстати, недавно, вот обращаясь к радиослушателям, прошу всех принять участие в конкурсе граффити. По дороге на курорты, в частности Архыс, есть у нас опорные стены, так называемые, вот где будут нанесены лучшие отобранные рисунки мастерами граффити, что, конечно, придаст такие приятные впечатления нахождения на территории. Ну и последняя информация. Спортсмен из Корчаева Чикеси стал победителем первенства России по тэквондо среди юношей 12-14 лет. На проходящем в эти дни в Калининграде первенстве России по тэквондо призером стал воспитанник спортивной школы номер 5 Черкесска Малик Хунов. На пути к золоту Малик провел 5 поединков и во всех одержал победу. Стоит отметить выдержку и стойкость нашего спортсмена в поединке за выход в финал, где он при равном счете до золотого балла выиграл у победителя первенства Европы и России Курбана Магомеда Магомедова. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Встреча с тем, что тепло не было. Встреча с тем, что тепло не было. В горах местами плюс 14-19. В южных районах местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14 метров. Столбик термометра поднимется до 28 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова